Время новостей 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 год. Инновационное производство будет способствовать импортозамещению, а также закреплению в области молодых ученых. К сожалению, тенденция к оттоку молодежи в промышленные центры страны есть. Необходимо наращивать собственную базу с тем, чтобы целеустремленные перспективные ребята оставались в нашем регионе, подчеркнул Александр Клыканов. Документ принят в первом чтении. В ходе заседания парламентарии рассмотрели и проект закона о правовом регулировании охраны окружающей среды. Этот обобщающий закон что-то вроде регионального кодекса, направленный на защиту и сохранение природного наследия. Необходимость такого законопроекта в преддверии саммита глав прикаспийских государств приобретает особую значимость. Завершилось заседание традиционным правительственным часом, в этот раз на тему безопасность дорожного движения. Депутаты обратили внимание профильного министра на нарушение графика движения водителями маршрутных такси, а также усиление контроля за мотоциклистами и велосипедистами. Сегодня состоялось очередное заседание Совета муниципального образования Ахтубинский район. 60-е по счету оно стало заключительным для депутатского корпуса, который в данном составе проработал 5 лет. Народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся бюджета, а также муниципального имущества. Подробности у Татьяны Фоминой. О том, что в бюджет района на 2014 год необходимо внести изменения, депутатов информировала начальник финансового управления Елена Буйко. Поправки потянули на сумму 3 млн 200 тыс. рублей. К нам поступили обращения от двух муниципальных образований, от Копьяра и Верхнего Баскунчика с просьбой выделить кредит для Верхнего Баскунчика для проведения ремонтных работ по водопроводных и тепловых сетям. И по Копьяру попросили денежные средства в объеме 700 тыс. рублей для того, чтобы мы выделили также кредит для того, чтобы подготовить проектно-осметную документацию для ремонта водопроводных сетей для населения, обеспечения населения водой. Мы обратились в Астрахань, министерство финансов, нам дали добро и сегодня мы принимали решение для того, чтобы внести изменения в бюджет. Потому что для того, чтобы получить кредит, необходимо, чтобы эти изменения были в бюджете и в расходной части. То есть мы в расходах все планируем выделение денежных средств в виде кредита для муниципальных образований Верхнего Баскунчика и Копьяра. Поэтому сегодня все единогласно поддержали эти изменения и вот эту сумму мы сейчас внесли в бюджет для того, чтобы завтра мы могли эти документы представить министерству финансов для получения кредита. Председатель общественного консультативного совета при главе района Леонид Ивсюк выступил докладчиком по вопросу присвоения звания почетный гражданин Ахтубинского района двум претендентам. Панхилова и Татьяна Тимофеевна. Это заслуженный работник культуры Российской Федерации. 45 лет беспроводного стажа работы у этого человека. Трудовую деятельность Татьяна Тимофеевна начала в 1959 году в районном доме культуры воинной бригады. С 1975 года был назначен директором районного дома культуры. А с 1982 по 2009 год директор городского дома культуры гречников. И вторая кандидатура на присвоение этого высокого звания на Яковлева Виктора Васильевича, председателя Ахтубинского совета ветеранов города и района. Депутаты проголосовали за данное предложение, а также поддержали просьбу настоятеля Ахтубинской епархии Русской Православной Церкви о получении в безрочное безвозмездное пользование одноэтажного здания по адресу Заводская, 75. Ранее там находилась музыкальная школа, однако недавно юные музыканты переехали в новенький филиал районной детской школы искусств. Фактически это будет храм. Но пока временный, в последующем уже организовать там приход, поскольку на территории Петропавловки действует еще и мы, религиозная организация, я думаю, что православный приход там просто необходим. Депутаты рассмотрели еще несколько вопросов, касающихся муниципального имущества и предоставления муниципальных услуг. Повестка дня была исчерпана, однако народные избранники не спешили расходиться. Светлана Маленкова озвучила вопрос, который сегодня волнует многих охтубинцев. Это ремонт автомобильного моста. Сейчас, насколько мне известно, работы сворачиваются. Там мы ответили, кто проезжает через год, что фактически даже одна полоса не доделана. Большая нагрузка на ту, которая осталась в целом. Плюс режим светофоров очень часто пробки. И работы прекращены. Кто за это будет отвечать, куда ушли деньги. И как депутата мы еще действующего состава, какое решение мы можем принять, чтобы люди не страдали. Сегодня на заседании Совета муниципального образования Ахтубинский район депутат Маленкова Светлана Евгения подняла для города и района очень стратегически важный вопрос. Это окончание капитального ремонта автодорожного моста через реку Ахтуба в Петропавловку. Городской администрации были даны обещания, что капитальный ремонт моста будет окончен в сентябре месяце. Ну вот уже сентябрь, первая декада проходит, а еще не отремонтирована половина даже. И тут у нас возникают такие вопросы, что все начатое у нас не всегда заканчивается. Это как раз и строительство моста, и ремонт дороги по заводской и на Гужвина, и ремонт дороги на Карла Марса. Все эти объекты должны быть закончены в летний период. Сейчас, значит, уже скоро пойдут дожди. Депутат районного совета, специалист по дорожному ремонту Кулаков Сергей Иванович заявил, что качество ремонта дорог зависит от погодных условий. Температура в октябре может быть и меньше 5 градусов, тем более будут уже дожди возможны. И говорить о качестве этого ремонта уже приходится с трудом, что качества не будет. Руководство Ахтубинского отделения Негосударственного пенсионного фонда «Лукоил Грант» сообщает, что в последнее время к ним все чаще обращаются граждане с просьбой прояснить ситуацию. Дело в том, что по домам, а также по организациям ходят люди, представляются сотрудниками Государственного пенсионного фонда, предъявляют удостоверение и предлагают перезаключить договоры в связи с новой пенсионной реформой. Видимо, действуют мошенники, поскольку действующие сотрудники Государственного пенсионного фонда по домам не ходят. «Хотелось бы предупредить граждан, что эти деяния можно назвать чисто мошенничеством. Во-первых, люди не договаривают всего. Государственный пенсионный фонд никогда не ходил по домам. Государственный пенсионный фонд оповещает граждан либо письменно конкретного гражданина, если ему есть что сообщить этому гражданину, либо делают обращения в СМИ. При заключении договоров гражданам не требуется, абсолютно. Потому что договора у этих граждан действующие. Если гражданин никуда не порывается уходить, перезаключать договор он не должен». Буквально на той неделе нам оборвали тут все телефоны, стали ходить уже по организациям, собирались где-то в гарнизоне, собирались в центральной районной больнице. Говорят о том, что Лукоил-Гарант закрыт. Если люди говорят, что мы в Лукоиле, значит, Лукоил-Гарант закрыт, он больше не действует. Лукоил-Гарант не закрыт. На сегодняшний день фонд вступил еще в систему гарантирования пенсионных накоплений. И если мы успешно это пройдем к концу года, значит, с начала 2015 года, мы предполагаем, что нам будут переданы средства, которые нам недопередал пенсионный фонд за второй полугодие 2013 года. Поэтому те заявления, которые делают люди, которые представляются представителями государственного пенсионного фонда, не обоснованы. По тем гражданам, которые на сегодняшний день ходили, служба безопасности нашего фонда определила, что это брокерская компания, которая базируется в городе Волжском по улице Московская, 3. Они дают эту информацию в организациях, собирают личные сведения граждан, мотивируя тем, что им для отчета, если даже гражданин не хочет давать свою анкету, заполнять анкету, личные данные, свои персональные, они ему говорят, что эти данные обязательно нужны для отчета перед вышестоящим руководителем о проделанной работе. Это настоящий обман граждан. Эти заявления абсолютно не востребованы ни одним руководителем, как человек отработал и куда он ходил. Эти персональные данные нужны этой брокерской компании для того, чтобы в последующем эти сведения продать какому-либо фонду. То есть это натуральное мошенничество. И если человек хочет получить персональные данные, он, наверное, должен объяснить гражданину, для каких целей он на самом деле берет эти персональные данные. Люди просто доверчивые у нас очень, пишут, отдают это самое, некоторые разрешают, вот на дом приходят и разрешают фотографировать свои документы. Никто не задумывается о том, что может быть завтра придут и откроют на них кредит. И в то же время, значит, опять-таки, вот по домам ходят агенты, так называемые, которые их нанимают тот или иной фонд. В этом году пенсионный фонд пресекает эти действия тем, что нужно обязательно пойти в пенсионный фонд и написать заявление о том, куда гражданин хочет пойти, в какой фонд он выбрал для себя. Для этого гражданин обращается в наш пенсионный фонд, например, на территории, в персонифицированный учет. И в пятом кабинете персонифицированного учета пишет заявление о том, что он выбрал тот или иной фонд, либо он остается в государственном пенсионном фонде. То есть делают для себя выбор. Если у граждан возникли какие-то сомнения, они всегда могут обратиться в государственный пенсионный фонд, к которому может быть более доверие проявляют граждане. Значит, прибыли ли их представители, приходили ли они домой. Телефон у них там 392 42 или 5 22 16. Также можно позвонить нам в негостарственный пенсионный фонд по телефону 5 42 39 и получить всю исчерпывающую информацию. Ураган, пронесшийся на прошлой неделе по территории города и района, нанес ущерб в виде поломанных деревьев и порванных линий электропередач. В районе Печенивки даже автобусную остановку отнесло на 100 метров. Это произошло на глазах местных жителей, которые так и не поняли, в чем дело, ведь остановка была вполне приличной. Наш корреспондент Владислав Лихварь тоже там побывал, а вернувшись в Ахтубинск, долго сожалел, что стихия не там, где надо, продемонстрировала свое могущество. В городе есть такие остановки, которые давно пора бы убрать с глаз долой. В прошедшую пятницу, 28 августа, после 17 часов, природа обрушила на Ахтубинск сильный ливень. Дождевой поток с небес, в мгновение ока, залил улицы, напитал влага землю, дождь сопровождал порывистый ветер, а на выходе из города в северной части образовался сильный вихрь, который понесся вдоль автотрассы, поднимая с земли всевозможный мусор. На пути у поселка Печеневка у дороги оказалась металлическая остановка. Как пушинку вихрь сорвал ее с места, закрутил в своем водовороте, поднял на высоту более 60 метров, перенес через автотрассу и обрушил на высоковольтную электролинию. Происходящее наблюдали продавцы овощной палатки. Пока они смотрели на крутящуюся в воздухе автобусную остановку, вихрь налетел на их палатку, сорвал крышу и с вывешенными на продажу сетками с луком тоже унес в степь, бросил сбросной вал. И это еще не все. Следом, очень высоко в воздух, поднялась картонная коробка с выручкой за день, и деньги, более 10 тысяч рублей, закрутились в небесах. На следующий день на место ЧП приехали руководители жилищно-коммунального хозяйства, определили нанесенные ураганом ущерб. В 17.30 в районе Печенивки ураганным ветром была снесена автобусная остановка. Ее подняло вверх и ударило по проводам, которые идут на наш второй, на первый подъем, водонасосную станцию, которая снабжает водой весь город. Ущерб нанесен в 20 опорах. Это примерно где-то на 2 миллиона рублей. Если не больше, конечно. По смете там будет видно. Восстановление, конечно, надо быстро делать. Все будет зависеть от того, какие ресурсы может нам администрация города помочь. Одно радует. На момент трагедии никто из жителей Печенивки не укрылся от урагана под крышей остановки. И провода с высоковольтной линией не упали на проезжающие по трассе автомобили. Узнав о происшествии, охтубинцы посетовали, что ураган не прошел по городу, не унес некоторые автобусные остановки, к примеру, у пенсионного фонда. И вот почему. Как вы думаете, почему люди, которые стояли сейчас на остановке, ну, бежали, спрятались? Ну, потому что, наверное, стыдно стоять на такой остановке разрушенной. Хотелось бы, чтобы лучше было, красивее, чтобы город наш процветал, красивый был, не хуже других городов. Вот я в Астрахани была, например, и ездила дочь у меня поспала в медицинские от нашей ЦРБ. И там остановки везде налажены, красивые. Как житель города я хотел бы сказать про эту остановку. На фоне, если взять ЦУМ, пенсионный фонд здания, медмаркет. Остановка эта очень смотрится, только в больших-больших кавычках это надо поставить. Яма, перекошена, покраска требуется, ну и другие подходы. Но самое главное, архитектурное решение этого вопроса. На фоне наших аистов, площади Ленина, где хорошо все сделано, места общественного пользования у нас остаются в глубокой-глубокой яме. Вот примерно как на самой остановке. И если проехать по городку, то таких общественных мест, на которые нужно обратить внимание нашей власти, очень и очень много. Вроде мелочевка, но это обрастает большим комом и недовольством жителей. Кстати, мнения депутатов городского совета не расходятся с пожеланиями жителей города. «Если сейчас вот нам предоставили отчет об исполнении бюджета за полугодие, первое 14-го года, значит, на содержание остановок уже использовано и израсходовано 770 тысяч, а на физкультуру и спорт всего лишь 15 тысяч. Я не за то, чтобы не убирались остановки, чтобы не содержались они. Изначально почему у меня возник этот вопрос, когда я прочитала договор по содержанию остановок, меня очень заинтересовали некоторые пункты в этом договоре. Два раза в день наши остановки, согласно этого договора, должны убираться. Плюс ежедневно с наших остановок должны сметать пыль и паутину. Но, к сожалению, как бы я не знаю, мимо остановок я хожу очень часто, хожу в основном пешком, мало езжу на транспорте общественном и на своем. И я редко вижу, чтобы у нас два раза в день соблюдались данные условия этого контракта. Плюс хотелось бы еще обратить внимание, что с 2011 года депутаты не только нашей комиссии, но весь депутатский корпус предлагал установить остановку возле центральной районной больницы. Люди немощные, старые, пожилые, больные не могут дождаться своего маршрута. Им негде просто это сделать. Дальше, значит, был получен ответ заместитель главы администрации Чернова Сергей Александрович о том, что данная остановка может быть установлена, даже была предварительная смета озвучена и стоимость установки данной остановки. Депутаты на 2014 год, при рассмотрении проекта бюджета на 2014 год, значит, вынесли заключение о том, что постараться установить в 2014 году данную остановку. И администрация, по нашим рекомендациям, должна была направить документы, запросы для выделения места под остановку. Но, к сожалению, уже сентябрь месяц проходит, уже четвертый год депутаты просят об этом, но остановки как не было, так и нет. Своевременная уборка и вывоз мусора – это важнейшие меры для благоустройства и сохранения экологии города, – так считают ахтубинцы, обратившиеся к нам в редакцию. Граждан не устраивают антисанитарное состояние дворов и наличие несанкционированных свалок, причем как на окраинах, так и в центре города. Господин Нарузбаев, когда слушаем ваше выступление по тому поводу, что город стал намного чище, благоустроеннее. Скажите, вот вы бываете, когда на окраинах, это еще не окраина совсем, северный городок, в течение двух лет мы не можем добиться, чтобы выбрали несанкционированную свалку в районе гаражей по улице Вали Заикины, обращались и к вам в администрацию, и по благоустройству была компания такая тоже, которая сейчас уже не существует, никаких везде. Берите сами, убирайте, нанимайте транспорт, ставьте мусорные ящики. Летом сего года в нашем дворе администрация нашего города решила убрать трубы теплотрассы, которые были во дворе. Убрали трубы, очень многое, что здесь попортили. Были вырыты ямы, канавы. Обещали все нам, так сказать, устроить. У нас в нашем дворе были очень красивые цветники. Вот занималась у нас женщина из дома по школьному переулку 4. Прекрасный цветник. Даже два цветника было. Цветники разрушены полностью, полностью разрушены. Там закупались кустарники. Она тоже сама лично закупала эти кустарники. Рассаживала, выхаживала. Шиповник, сирень хорошие сорта, цветы разные. Вот. Сломали нам площадку для сушки белья. У нас на площадке здесь было прекрасное футбольное поле, где с шестой школы и многие дети играли здесь в футбол. Со многих дворов здесь собирались. У нас была здесь волейбольная площадка, где даже и молодежь, и взрослые собирались. Но после того, что было произведено здесь, это в такое убожество просто превратилось. Вы просто вот посмотрите. Здесь у нас посередине вывалили машину какого-то мусора, земли непонятной. И половину убрали, половину бросили. Детские площадки, они просто в убожество пришли. Нам хотелось бы, чтобы этот двор, такая большая площадь, она просто была использована для детей, для молодежи. В непогоду нам не подойти вообще к мусорным бакам, это катастрофа просто. Нам приходится целый квартал обходить, чтобы выбросить буквально мусорное ведро. В какой-то момент там ставился вопрос детскую площадку здесь сделать. У нас же есть уже какие-то начатые там качели, турники есть. У нас здесь было растяжки для белья, потому что у нас не у всех там балконы. Это все разломали. Бордерный камень в неизвестном направлении исчез. И сейчас вся глина стекается в момент дождей на нашу дорогу. Не проехать, не пройти. Хотелось бы, чтобы восстановили и вернули нам эти бордерные камни, почистили дорогу и привели весь двор в идеальный порядок. У нас во дворе была детская площадка, песочница стояла. Сейчас вокруг нее навалено земли, и дети даже не могут подойти, потому что везде грязь и мусор. Я вот гляжу в окно на тот сарай, обещали разобрать, до сих пор не разобрали. Руины, как на Украине война идет, а у нас как после бомбежки. Там все, спортплощадка вся погнута, там куча кирпичей, там мусор туда валят в эти вот неубранные сараи. Просто... А так вообще они делали очень небрежно, похабно, все закопали, и через, может быть, там отдельные участки труб даже они не изолировали их. Так, тяп-ляп, не знаю, кто контролировал. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго. И до следующей встречи в эфире.